Всем привет, меня зовут Андрей Шевченко, я бренд-менеджер, эксперт по горным лыжам в компании Кант. Сегодня мы поговорим с вами о новой тенденции, которая на Западе стала уже правилом и тем, чем люди руководствуются при подборе снаряжения. Это тенденция расширения талии лыжи и переход с трассовых лыж и трассовых универсалов на широкие универсалы и на лыжи, на которых можно кататься не только по трассам, но и по всей горе. Раньше, говоря об универсалах, мы подразумевали что-то вот такое, как, например, XDR80 с шириной талии от 78 до 84 или 88 мм, с небольшим носовым рокером. Иногда с ним, иногда без него, с достаточно жесткой серединой, с усилением с тоналом или карбоном или, опять же, без усиления. В общем, лыжи, которые можно было использовать в рамках подготовленных трасс, подготовленных склонов, но на совершенно разном снежном покрытии. Если вы пришли утром на гору и идет снег, то ее никто не ратрачивает, как правило, ратрачивает склоны в ночь. Если вы катаетесь весной в тех регионах, где внизу достаточно тепло, снег превращается в крупнозернистую кашу и становится достаточно рыхлым. В нем двигаться над лыжами с узкой талией тоже довольно тяжело. Скажем, если вы катаетесь по склону с крутыми участками, где люди едут не по радиусу, а боковым проскальзыванием, сбросом пяток, там набивают с временем бугры и вам приходится ехать по буграм. Для этого также лучше использовать лыжи подобного класса. В общем, раньше, говоря о трассовых универсалах и вообще об универсалах, мы имели в виду нечто такое, что можно использовать на трассе в разных снежных условиях. Постепенно эта тенденция меняется, на Западе она меняется быстрее. В Америке эти изменения уже практически произошли. Люди переходят с трассовых универсалов шириной талии в 80 на полностью универсальные лыжи шириной талии, находящие до 100 мм. И сейчас это уже не считается фрирайдной лыжей, это считается лыжами для катания all-around. Везде на курорте вы можете кататься между трасс, резать, проезжать по лесу, проезжать куски целины, возвращаясь на трассу, заезжать в лес и опять же возвращаться на трассу. Это не фрирайд, это возможность съезжать с трассы, катание рядом с трассой, катание по любому снежному покрытию и в том числе достаточно жесткое и стабильное катание по подготовленному склону. Поэтому сейчас я отложу эти лыжи и о них мы не будем рассказывать и, пожалуй, наверное, мы в этом году вообще не будем делать обзора о трассовых универсалах. Но эти линейки лыж у всех брендов, в принципе, сильно не изменились и это сейчас в России одна из самых популярных категорий. Я хотел бы рассказать вам о чем-то новом, о том, что сейчас уже завоевало умы и сердца миллионов горнолыжников и расскажу, почему не надо бояться широкой талии, почему нужно использовать всю территорию горнолыжного курорта, не ограничиваясь подготовленным склоном. Эта тенденция приходит к нам из Америки и на примере лыжи Fischer Pro Mountain 95 хотелось бы показать, что для американского рынка Fischer делает универсалы без платформы, но и Pro Mountain 95, и Pro Mountain 86, и Pro Mountain 80 можно заказать в разных вариантах с платформой и плоские с установкой крепления на саморезы. Как правило, такие варианты делаются для американского рынка, а для европейского и больше для восточно-европейского рынка лыжи делают с интегрированной платформой. Когда-то считалось, что это упрощает логистику, и это действительно так, вы не теряете крепления, вы продаете столько лыж, сколько же и креплений, у вас это упрощает инвентаризацию, это делает жизнь розничных торговцев горнолыжным снаряжением более простой. Какие минусы могут быть у интегрированной платформы? Во-первых, лыжа перестает гнуться равномерно, и если вы замечали эволюцию платформ-креплений, то наверняка обратили внимание, что сначала крепления были без платформы, потом стали появляться цельные платформы, и потом, наоборот, платформы стали делать с промежутком в середине, или вставлять туда эластомеры и писать что-то вроде Full Flex, для того, чтобы показать, что лыжа, опять-таки, гнется свободно, и платформа, на которой стоит крепление, никак не влияет на ее продольную жесткость, на прогиб и на цепку секанта в талии во время кармингового поворота. Итак, на примере Фишера, вот есть модель без крепления, есть такая же с интегрированной платформой. То же самое, и можно сказать про Scott Scrapper, до 105-й талии бренд производит лыжи как без интегрированной платформы, так и с ней. Если вы сейчас попадете на какой-нибудь американский горнолыжный курорт, то заметите, что люди катаются по трассам в рамках курорта, немножко съезжая с них, заезжая в целину, выезжая обратно, в основном на лыжах без платформы, и в основном на талии шире, чем 80 мм. В Америке и в Канаде очень популярен фрирайд, и на массовые горные лыжи большое влияние оказывают именно экстремальные направления, экстремальные дисциплины. В Европе пока еще по-прежнему очень сильно влияние алпански, классических горнолыжных дисциплин, поэтому часто люди выбирают там пока еще лыжи с более трассовым назначением. Если вы катаетесь в тех курортах, где бывают обильные снегопады, где не всегда хорошая подготовка склонов, где бывают разные перепады температур, и снег бывает в течение нескольких суток в разном состоянии, то, конечно, кататься на универсальных лыжах гораздо проще. Вообще, можете обратить внимание, что за моей спиной стоят лыжи, которые без платформы, и с разной шириной талии мы взяли от 86 до 99, даже до 100. У Скотта есть модель Slide 100. Это по-прежнему универсал, это не фрирайд. Я сейчас расскажу вам чуть более подробно об общих параметрах таких лыж и о том, какие они могут иметь различия. Одним из преимуществ такого подхода является возможность выбирать крепления те, которые хотите именно вы, сочетать их с лыжами по цвету, по внешнему виду и по параметрам. Скажем, если лыжи комплектуются креплением с 11 усилием срабатывания, а вы хотите взять крепление более мощное, как правило, на трассовых универсалах вы не можете поменять крепление, которое ставится на интегрированную платформу. Здесь ситуация другая. На одни и те же лыжи вы можете поставить разные крепления, какие вам нравятся, какие, по вашему мнению, подходят по цвету. Можно поставить бренд, который вам больше нравится. Например, можно поставить Salomon STH-2 с 16 усилием срабатывания, на универсал с карбоновым аромидным усилением и систаналом средней жесткости. И это получится такой достаточно экспертный комплект. Можно поставить на похожую лыжу Tiroliu Attack 11, более простое крепление. Если у вас не очень большой вес, прекрасно подходит по цвету. То есть здесь вы крепления выбираете сами и сочетаете их с теми лыжами, которые вам понравились. На примере лыжи Majesty GT VLF я покажу вам классический шейп такого проамериканского универсала. Это 91-я талия. Небольшой рокер на носке. Здесь это называется авторокер. Это означает, что когда вы приложите вес к грузовой платформе, к средней части лыжи, то контактная точка еще сместится немножко назад от края лыжи, и рокер поднимется. Пятка плоская, немножко скругленная и достаточно жесткая. В принципе, радиусы на средних классических универсалах с возможностью съезжать с трассы, то есть стали не 80, а 90 и больше. Как правило, тоже не очень большие. На такой среднестатистической мужской ростовке в 175 см радиус обычно бывает в районе 16-17 метров. Здесь, например, на ростовке 172 радиус как раз 17 метров. Здесь полноценный сердечник из номерного шпона из ясеня. И есть карбоноаромидные стрингеры по всей длине лыжи. Есть теналовое усиление в зоне установки креплений. Как правило, это тоже одна из самых классических компоновок и конструкций современного проамериканского универсала. Также есть универсалы более жесткие, с более жесткой и более плоской прямой пяткой. Есть универсалы с усилением теновой пластины по всей длине лыжи. Есть, наоборот, более мягкие, более эластичные универсалы для людей с меньшим весом, для менее агрессивного катания. Сейчас я покажу, какие бывают еще варианты и что есть общего у универсалов разных моделей разных брендов. Давайте посмотрим на три очень похожих с одной стороны универсала. Это все лыжи в одной категории. Как раз ширина талии 95-97 мм. Но при этом они достаточно сильно отличаются между собой. Так, у меня Fischer Pro Mountain 95, Riftig 96 и Black Rose Camax с 97 талией. Во-первых, они отличаются геометрией. Вы видите, на первых двух лыжах достаточно стреловидный тейпированный носок. Широкая точка сдвинута назад. Это, в принципе, фрирайдная геометрия носка лыжи. И противоположная буквально история у Fischer, когда широкая точка находится на самом краю. И после нее вместе с рокером начинается сужение к радиусу. Эта лыжа будет чуть более маневренно поворачивать с носка. Но при этом по прямой ехать на большой скорости и меньше рыскать будут лыжи с тейпированным носком. Также они отличаются сердечниками и жесткостью. Универсалы, как и трассовые лыжи, тоже бывают разные. Например, у Fischer Pro Mountain 95 целых две теналовые пластины. Одна идет ниже сердечника, другая над ним. И только в зоне установки креплений. У лыжи Lan Lipstick 96 Black Magic металла нет вообще. Здесь вместо этого карбоновые трубки по всей длине лыжи. Надо сказать, что именно эта лыжа Lipstick 96 Black Magic попала в лучшие лыжи overall по версии журнала Powder Magazine и Fischer Magazine. Там есть также разбивка на ширину италии, на универсалы, паудерные лыжи и лыжи Big Mountain. И есть общий рейтинг самых лучших лыж сезона. Вот эта лыжа туда угодила. Поэтому для тех, кто считает, что Илан не очень известен в мире фрирайда, он очень известен, тем более в Америке. И Black Rose. Здесь нет металла, но при этом за счет хорошего шпона и карбонового усиления лыжа получилась тоже достаточно упругая. Здесь поднятая пятка. Ее нельзя назвать твинтипом. Она в геометрии абсолютно направленная. Нетка установки крепления сдвинута назад. Но при этом пятка приподнята. Если надо прохать в свече, то это можно сделать. И некоторые, в принципе, уже сейчас хотят себе твинтипы, но при этом с направленной геометрией для обычного катания в рамках трассы и немножко рядом с ней. Лыжи похожи шириной. Чуть-чуть с разной жесткостью. Фишер, наверное, здесь самый жесткий. Отличающийся геометрией носка и очень сильно отличающийся геометрией пятки. Например, тот же Фишер имеет плоскую широкую пятку для более четкого введения дуги на жестком склоне. Если вы любите кататься таким карлингом с большими углами закантовки и хотите энергичный выход из поворота и четкий, без дрифта, без поскальзывания, то можно выбирать пятку более широкую и жесткую. Если вам нравится иногда ездить в свече или вам нравится ехать с бросом пяток, то пятку можно смотреть чуть более приподнятую и скругленную. Я на собственном опыте убедился в применимости лыж универсалов в любых снежных условиях и не только на трассе, но и за ее пределами. И сейчас здесь лежат те три модели из нашего ассортимента, которые я попробовал лично уже в этом году в Ширигеше. Мы снимали о них фрирайдные ролики, можно посмотреть, как я на них покатался. Мы проверяли лыжи такого класса в нескольких разных условиях, среди которых был жесткий склон, подготовленная трасса, задутые ледяные склоны, лесной пухляк, разбитый пухляк с чужими следами, немножко прихваченным морозом. Три модели достаточно похожи между собой, 94, 98 и 100 талии, пятки, как вы видите, чуть приподнятые у всех трех моделей, и также носках есть в ней достаточно большой рокер. В принципе, среди этих лыж и вообще всех универсалов, которые я попробовал, нет ни одной модели, которая бы мне не понравилась. И я просто убедился еще раз, что на таких лыжах можно кататься везде. Когда я покатался на Скорс Лайт 100, проехав по трассе и съехав с трассы на разбитый пухляк, я получил ничем не сравнимое удовольствие, потому что я полностью контролировал эти лыжи, они пробивали все, что было под ногами, и при этом мне никаких трудов не составляло ими управлять. Потом я съехал на них в лес, пришлось ехать между деревьями на не очень большой скорости в довольно глубоком снегу, и они выдержали это. В принципе, эти лыжи пошире, чем все остальные универсалы, но я могу сказать, что не намного хуже в таких условиях себя проявили и остальные две модели. И надо сказать, что, например, на жестком склоне DPS KSR 94 вел себя просто великолепно. Причем модель линейки Foundation, которая немного дешевле, чем такая же модель из линейки Alchemist, из другого материала сердечника и скользяка, провела себя ничуть не хуже, даже, возможно, и лучше. Достаточно жесткие, стабильные лыжи на подготовленном склоне едут очень хорошо. И обратите внимание на то, что, в принципе, если вы не собираетесь заниматься слаломом техническим с радиусом поворота 12-13 метров, то универсалы с подобной шириной талии от 90 до 100 миллиметров полностью удовлетворяют даже достаточно требовательного лыжника в отношении продольной и торсионной жесткости. То есть вы можете брать лыжи с шириной талии 94-95-100 миллиметров, кататься на них так же агрессивно, как вы катаетесь на своих среднерадиусных экспертных лыжах с двумя теналовыми пластинами, и при этом вы не будете чувствовать большой разницы в четкости движения во время дуги, в стабильности носка. А при этом, если вам нужно будет ехать с бросом пяток, то такие лыжи это будут делать гораздо более удобно и с меньшими физическими затратами. Ну и опять же, если вы приезжаете на годоножный курорт, то вы можете кататься на вельвете, можете рассчитывать на хорошо подготовленный склон только первые несколько часов, либо если нету обильных снегопадов. Если вы приезжаете на такие курорты, где постоянные снегопады и упадает большое количество снега, то даже в рамках трассы вы часто сталкиваетесь с тем, что приходится ехать по рыхлому или по свежевыпавшему снегу. Вы катаетесь рядом с трассой, вы пользуетесь возможностью подъемников, не используете скитур или снегоходы или ратраки. Вы просто катаетесь на курорте, но при этом вы получаете удовольствие от движения по лесу, по снежным открытым полям, по тому пухляку, который выпал на трассу. И когда идет снег, вы не переживаете из-за того, что вам будет сложно кататься в течение дня, а наоборот радуетесь ему, потому что вы сможете получить кучу новых, возможно, для вас эмоций, впечатлений от катания по свежевыпавшему снегу. Конечно, все, что я описываю, возможно, если у лыжи правильный профиль, и если при более широкой талии, более широком носке, она при этом сохраняет именно профиль трассовой лыжи, то есть наличие кембера. Наличие весового прогиба очень важно при движении по жесткому склону на чуть более широкой талии. Какие обычно бывают сомнения у людей, которые стоят перед выбором, что же им купить, трассовые лыжи или им купить лыжи трассовые универсалы, или же им купить что-то пошире? Первое сомнение и самое частое, мы самые часто задаваемые вопросы, насколько сложнее перекантовывать лыжу шириной талии 100. Я могу сказать, что ненасколько, динамика перекантовки может быть снижается, но она снижается по сравнению со слаломной лыжей с шириной талии 69,71. Но по сравнению с универсалом, с трассовым универсалом, который вы используете до этого с шириной талии 80,84, миллиметра разница практически незаметна, если вы едете на нормальной скорости. Еще один вопрос, это насколько же стабилен может быть носок, насколько он будет болтаться, потому что здесь достаточно большой рокер. Опять-таки, зависит от того, как вы едете. Если вы едете с маленьким углом закантовки, и рокер остается на весу, да, у некоторых моделей он может болтаться. Но большинство универсалов с большим рокером на носке имеет, во-первых, облегченный носок, во-вторых, он чем-то усилен, и в составе лыжи в передней части используются материалы, которые болтают хорошими свойствами виброкошения. Например, у Рейнджера здесь карбоновый топ, и он поглощает вибрации, нос стоит достаточно четко. То же самое, карбоновые стрингеры и диагональная оплетка есть у Скотт Слайд. Практически у каждой лыжи есть на носке какое-то усиление плюс облегчение, чтобы было меньше веса, который находится в воздухе. И если вы лыжи контуете сильно, то даже несмотря на большой рокер, лыжа все равно касается склона, поэтому при движении длинными дугами и карвингом с большим углом закантовки, вы также опираетесь на лыжу в зоне рокера, как если бы там был кембер. Еще одно сомнение, которое часто возникает у людей при выборе или не выборе подобных лыж, это радиус поворота. И причем, если человеку понятно, что на хорошем склоне, широком, с хорошим углом наклона или на каких-то снежных полях, вы можете двигаться по радиусу, который здесь в районе 17-18 метров, на средней ростовке 175-180 сантиметров, то часто людей волнует возможность движения и маневрирования на таких лыжах, на узких участках с небольшим углом наклона. Но здесь я всегда задаю вопрос, будете ли вы двигаться на узком участке с маленьким углом наклоном, на маленькой скорости, пользуясь при этом карвинговой техникой и поворачивая лыжи по радиусу бокового выреза. Скорее всего, нет. Скорее всего, вы будете применять сброс пяток, а сброс пяток на таких лыжах применять гораздо проще, чем на экспертных лыжах, которые сделаны исключительно для жесткого склона. Поэтому тут тоже не стоит сомневаться, сбросить пятку, проехать небольшой участок боковым соскальзыванием на этих лыжах достаточно просто и не стоит обращать внимание на большой радиус. Им вы поедете тогда, когда у вас будет возможность использовать всю ширину и длину склона. Если вы хотите себе купить лыжи, на которых вы сможете кататься везде, где захотите и сможете расширить границы использования этого снаряда и вообще вида спорта, то обратите внимание на широкие универсалы, которые имеют ширину талии от 90 до 100 мм. Вы действительно почувствуете, что это переход на новый уровень горнолыжного спорта или горнолыжной активности, откройте для себя новые зоны катания, откройте для себя новые ощущения катания по свежему снегу и приобщитесь, возможно, в будущем к такому направлению горнолыжного спорта, как фрирайд. Вы можете посмотреть, как я покатался на этих моделях лыж в наших других роликах, чтобы не пропустить ничего интересного, что мы снимем в будущем. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, также наши аккаунты в соцсетях, там мы делаем анонсы и рассказываем о горнолыжном снаряжении и не только.